В рамках первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля Государственный Театр Нации представил спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» в постановке руководителя Парижского театра «Адеон» Стефана Брауншвейга. Для Театра Нации большая честь закрывать первый Тихоокеанский международный театральный фестиваль, который, собственно говоря, делается при содействии Театра Нации и, конечно же, нашего международного Чеховского фестиваля театра. Это первые российские гастроли в спектакле «Дядя Ваня». Чеховских персонажей играли Евгений Миронов, Анатолий Белый и Марина Александрова. Пока Юля пересилит, браздит просторы космоса, у нас премьера сегодня, роль Елены Андреевны играет Марина Александрова. Когда сначала мне позвонил Евгений Витальевич и сказал, что Юля летит в космос, мы уже знали об этом, и он сказал, что ну а что же вам не слетать во Владивосток? Я сказала, да, действительно, космос, а мне до Владивостока долететь. И муж слышит, сказал, да, Юля быстрее долетит. Режиссер впервые работал в России. На сцене Театра Нации он осуществил постановку, к которой, по собственному признанию, шел почти 30 лет. Вы знаете, мы привыкли играть Чехова, русские артисты, имея в виду какой-то второй, третий, иногда четвертый план. Не просто так говорить слова, думать в это время про другое, а поступать совершенно по-третьему. Так вот, Стефан Бруншвейк, как мне кажется, вернул нас к оригиналу, собственно говоря, к Антону Павловичу Чехову. Для него Чехов режиссер. Случайно Чехову не нравилась ни одна постановка других режиссеров. И его ремарки любые, и, собственно говоря, текст, это уже и есть мазиатсцена, это уже и есть состояние артистов определенного. Ничего более добавлять не надо. Но мы этому сопротивлялись как могли. Вот до премьеры, в том числе я. И каково было мое удивление, когда на прогонах последних я понял, насколько Стефан прав. Насколько звучит просто голос, интонация Антона Павловича. И это очень органично для этих героев. Не меняя ни слова, из оригинального текста Стефан Бруншвейк рисует новое свежее прочтение. Грузскому артисту, конечно, Чехова рассматривать под углом экологии было совсем непривычно. И мы насторожились, честно говоря. Но потом, когда в процессе Стефан говорил именно уже такие более слова, обобщенные про экологию чувств, про экологию не только природную, но и экологию души человека, тогда мы поняли, что как же он прав. И действительно, на сегодня слова Астрова звучат так актуально, что в каком бы городе мы ни были, после этих слов я слышу, как зал просто замирает, потому что это попадает стопроцентно в сегодняшний день про вырубку лесов, про сохранение природы, про экологию. Ну и, конечно, такой европейский подход, поставить экологию в голову угла в этом спектакле. Но, как ни странно, в сегодняшнем дне, в 2021 году, это ложится абсолютно естественно на всех, на нас. Спектакль закрыл цикл мероприятий в рамках Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Зрители Дальнего Востока смогли познакомиться с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей, для жителей города были организованы открытые образовательные программы, включающие творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей. Подобный опыт планируют повторять ежегодно. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, Новости на Восьмом.